У меня появился новый интересный гаджет. Теперь чай заваривать стало еще проще. Короче, я давно на самом деле хотела себе такой диспенсер. Чуть подробнее о нем расскажу. Очень полезная штука, давно его хотела и теперь он у меня есть. Вот, смотрите, диспенсер. Называется фирма Рамид. Он у меня совсем недавно, мой малышочек. Он очень легенький, очень тихо работает. Самое, что в нем классное. Вообще, для чего я хотела себе диспенсер? Я хотела для того, чтобы не кипятить воду. Потому что при кипячении воды много полезных элементов из воды убирается, выкипячивается, как говорится. Плюс я пью чай очень часто сейчас. Я кофе перестала пить и я сейчас на чаи перешла. Чай пью очень часто и чайник я постоянно его кипячу. В итоге я пью чай, когда у меня там чайник уже раз 5-10 кипятился. Потому что я пью его по чуть-чуть. Мало того, что надо все время ждать, пока все закипятится. Температуру нельзя регулировать. Плюс постоянно кипятится, когда я забываю. И я диспенсер себе хотела, первым делом, чтобы не кипятить воду. А, допустим, из фильтра я сюда набираю. Здесь огромный, кстати, огромный объем. Ой, даже не подниму. Огромный объем. Даже не полностью налила. Но здесь надолго мне хватит. В общем, воды налила из кулера. А в комплекте вообще здесь фильтр есть еще. Но я из кулера решила воду наливать. Сюда и все. В комплекте вот такой вот фильтр. Я его не распечатала. Я его решила оставить, потому что воду из кулера налила. И вот здесь, смотрите, внутри он устанавливается. И то есть можно воду с крана наливать. Он будет очищаться. Тогда объем бака будет, ну, поменьше, там, на литр и два, на один и два. А если сразу с кулера наливать, то 3,6. Вот очень объемный бак. Ну, я решила сразу с кулера наливать, чтобы просто не бегать постоянно. Вода тут есть у меня. Я часто пью и все. А этот фильтр, ну, оставлю пока. Пусть лежит. Потом можно выбирать температурный режим. 45, 75, 85. Это вот кипяток. И это комнатная температура. И чаи разные заваривать. Например, он кулун, он заваривается, там, 75 градусов должно быть. Да, какие-то чаи на 85 заваривают. Мне часто нужно просто подогреть. И я могу выбирать любую температуру, которую мне надо. И все. И доливать водички. Немного чая здесь можно готовить еще и смеси. Это очень удобно для молодых мамочек, когда нужно быстро приготовить смесь и не ждать, чтобы остыла вода от кипятка. И все. Выбирать 45 градусов. И все. Тепленькая водичка и смеси можно приготовить. Также здесь можно приготовить разные напитки. Допустим, дровяные чаи, они тоже не любят сильно горячую воду. И если выбирать правильный режим температуры для травяного чая, да, или какого-то для иммунитета чая, то там сохранятся все полезные свойства. Я еще вот здесь вот убрала пока чайничек. Здесь такая штучка есть на магнитике. Очень классно все сделано. Вот. И еще что хотела сказать, что здесь мгновенно идет нагрев. Мгновенный. То есть вот вода здесь стоит, она комнатной температуре. Вот этот значок, что здесь комнатной температуры. И вот я поставлю вам стакан, пожалуйста, да. Наберу сейчас, чтобы вы понимали, насколько быстро здесь все делается. Наберу сейчас температуру. Вот, например, мне нужен кипяток. И сразу наливаю воду. Все. Она пошла. Уже здесь кипяток. Чтобы вы понимали, что не нужно кипятить. Не нужно ждать, пока все прокипятится. Все. Уже вода, кипяток. Можно заваривать чай горячий. Горячий. Смотрите, я офигела, честно говоря, что так быстро. А в целом вода комнатной температуры. И даже Денька может взять, ну, налить себе водички просто комнатной. За ребенка можно тоже не переживать, потому что здесь есть блокировка. Вот как раз, когда я выбираю температурный режим, я сначала разблокирую и потом выбираю режимы. Поэтому ребенок может с легкостью налить себе воды комнатной температуры. Тем самым данный диспенсер заменяет нам кувшин с водой. И чайник можно сразу два предмета со стола убрать. А я люблю минимализм на кухне. И он красиво смотрится вот так вот. У меня здесь беленький такой чайник я убрала. Теперь мне чайник не нужен. У меня теперь есть такой крутой диспенсер. Вот сейчас заварила чаек. Смотрите, как он красивый. Будем пить. Вот, кстати, у меня заварка. Это заварка у меня такая. Такой красно-черный чай. Я бы даже его еще разбавила. Чуть-чуть, смотрите. Так. Выбираю. Ну, вот 85. Горячая водичка. Все. Уже и горячая руку не подставлять. Обжечься можно. Представляете? Меня это очень удивило. Я думала, что диспенсеры, они просто не то, что быстро нагревают, так вот, а просто температуру, да, можно. Ну, то есть классно, да, температуру не кипятить, а просто подогреть. А то, что оно так быстро еще и кипятит, и делает температуру нужную, вот это вообще, честно говоря, просто офигеть. Удивили мне. Благодаря тому, что здесь есть выставление объема, нам не нужно стоять с чашкой вот здесь возле диспенсера. Поставили и пошли, пока он набирается заниматься своими делами. Ай, горяченький. Во-первых, я не люблю, когда чай очень-очень горячий. Прям капец, что обжечься. Я это не люблю. Вообще даже на 85, на 75 вот такую температуру предпочитаю. И да, как вы знаете, я с середины декабря не пью кофе, не знаю, просто пока что отрезала. И нету нежелания ничего пить кофе. Пью чай. И чай я пью чаще, чем один раз в день, два раза в день, как кофе утром. Получается, я больше поглощаю воды, больше жидкости. Это тоже хорошо, так как воду просто я пить не могу, мне тяжело. Ну, я стараюсь, но мне тяжело все равно. Как-то не заходит. А вот чай заходит, и я по 5-6 кружек в день пью. Представляете, я только 5-6 раз кипячу обычно воду. Теперь не надо, буду греть. Все полезные элементы, которые есть в воде, будут попадать мне в организм. Это ли не счастье? Еще то, о чем не сказала, здесь есть регулятор на разный объем, который нужно наливать. Вот на 200 мл, на 300, на 500, то есть на чайник целый. Здесь у нас регулировка, вот, и здесь у нас показывает, ну, какая температура и какая идет. Все очень стильно сделано, все минималистично, красиво. Установка вообще просто мгновенная, и вода горячая, мгновенная. Чудеса какие-то техники просто. Вот такая фирма под видео. Я оставлю вам ссылочку. Вообще, эта магнитная штучка тоже прикольная. Оставлю вам ссылочку, посмотрите. Чудо-средство. На самом деле, у моей сестры есть диспенсер, и она давно мне о таком рассказывала. Ну, вот, наконец-таки она у меня теперь есть. В инструкции даже есть памятка, какие чаи при какой температуре завариваются. Ну, я думаю, что настоящие чайные гурманы все это прекрасно знают, и диспенсер это самое то для них. Вот эти два предмета просто исчезают со стола. Класс же. Только посмотрите, как красиво и минималистично на моей кухне вообще. Ничего лишнего. Красота. Я же сейчас занимаюсь уборочкой, потихоньку выгребаю все больше и больше вещей. А кухня и чистота на кухне, это вообще моя боль. Я просто бы... Знаете, как есть кухни, на самом деле, которые вот там прячут все, и фасад такой, ничего нет. Вот я бы себе такую кухню хотела, на самом деле. Будет дом у меня, я прям там вот такую кухню сделаю, чтобы нажал на кнопку, и ничего нету. Вот. Но пока что такой возможности нет, и я минимализирую. Вот теперь у меня есть диспенсер два в одном. Пожалуйста, кувшин и чайник убрала. Непонятных цветов. Теперь у меня красивенький, беленький вот стоит и радует мои глазки. Такое наслаждение. С утра уже настроение поднимается, когда я выхожу и вижу чистую кухню. И ничего лишнего. Как в кино себя чувствую. Мне кайф. В общем, этот чайник я вам рекомендую. Кстати, есть промокод, есть скидка. Обязательно заглядывайте под видео, читайте описание. Кому понравится чайник, кто захочет себе такой приобрести, обязательно воспользуйтесь моим промокодом. Почитайте дополнительно еще, что вас интересует. Об этом гаджете, можно так сказать, в таком помощнике. И визуально, и вообще на кухне. И обязательно воспользуйтесь промокодом, да. Сейчас забрала Деньку из сада. А у него штаны насквозь мокрые. Короче, нужно с ручником мне купить непромокаемые штаны. Я не знаю, прям поехать сейчас что ли в ТЦ. Время, блин, вечер. Прям бы поехать, взять штаны, чтобы завтра садик уже в непромокайках шел. А нам нужен детский мир. Сейчас подумаем. Сейчас домой дойдем. Как минимум переодеться надо в мокрых штанах идем. Так, ну в общем, мы переоделись. И спонтанно едем в торговый центр. Да, Денька тоже едет. Сейчас идем по дороге, заходим в магазины детские. Ничего, выбора нету, блин, там один вариант штанов, и то размеров нет. Думала, может, обойдется. А, параллельно еще я с Сиреносик Хэппи общаюсь, зазываю ее в гости. Вот, сейчас надо выбрать день, чтобы она приехала ко мне погастить. Денька зашел домой, кстати, увидел диспенсер, такой уже мама. А где чайник, ты кувшин? Я говорю, нету. Теперь будешь этим пользоваться. Он такой, ты мне научишь. Гердак. Придем домой, научим. Мы приехали в торговом центре. Мы в торговом центре, да. Сразу здесь у нас сейчас был детский мир. Давно мы здесь не были. Кстати, меня спрашивают, а Селена как-то избавилась от шапоголизма. Вы же помните, да, какой-то жесткий шапоголик. Пойдем туда, в ту дверь. Вот, и я планирую снять отдельное видео по этому поводу вообще, что такое шапоголизм, и как я от него избавилась, и как вообще от него избавляются, что это такое. Вот. Интересно будет. Нажимай кнопочку. Да, сейчас вот мы едем конкретно за конкретными необходимыми вещами для Дэни. Вот. А я как бы, нет потребности вообще в покупке одежды, потому что все потребности я удовлетворяю. Вот он приехал. Любимые липты. Мне кажется, это эти прикольные ботиночки. Тебе не нравятся? Вот эти тебе не нравятся? Нет. Так, выбирай тогда, смотри. Раз, два, три, и ты выберешь. Давай. Вот эти? Вот эти. Ладно, все зеленые берем тогда. И вот эти штаны, да? Да. Все, снимай тогда. Так, Деньку приодели в новых кроссовках. Покажи кроссовки новые. Вот. Вот, они красивые такие. Тебе нравится? Ага. Вот, и все. И классные такие брюки купила. Они прям небольшие. Они такие небольшие, размер в размер. Тепленькие, не промокамые. Так, я довольная. Мы покушали. Купили все, что хотели. Спать хочу, не могу я, блин. Семь утра же встала сегодня. И такая уже соненькая. Уже в кроватушку. Сегодня, в принципе, все дела успела поделать. Единственное, что сегодня не сделала, это не начала монтаж разбора. Потому что вот как-то вот все туда-сюда, туда-сюда. Ну, как всегда, у меня есть вообще такой момент, что я не рассчитываю время. Вот, мне кажется, типа, на это полчаса надо, а на самом деле на это два часа уходит. И вот так всегда. Вот. Поэтому я часто приезжаю раньше на место, когда договариваюсь. Я приезжаю раньше на место, потому что если я буду впритык рассчитывать, то я буду опаздывать. Потому что я не рассчитываю время. Поэтому я заранее время выбираю, особенно вот это мне знакомое место. И все время приезжаю пораньше. За 10, 15, 20 минут. Мама, туалет. Пойдем. А еще знаете, что я замечала? У меня такая рефлексия, ну, уже это отработано, да, все время заглядывать внутрь себя и оцифровывать, смотреть, что там происходит. Реакции, чувства, эмоции, да. И на самом деле я только недавно вообще, честно говоря, по саморефлексии поняла, какую важную роль это играет. Что вообще делает саморефлексия нам для самих себя, для нашего роста, понимания, осознавания. Вот. И только недавно я это поняла. Раньше как-то что-то другое об этом думала. Ну, короче, я часто сейчас даже, когда снимаю вам видео какое-то и что-то говорю, я задаю себе вопрос, зачем я это говорю. То есть вообще какие-то вещи часто говорятся, ну, типа я такая, зачем ты это говоришь? Зачем? Даже какие-то, я не знаю, даже какие-то моменты, например, что сейчас я поеду на такси или я поеду на автобусе. Зачем ты это говоришь, что ты сейчас едешь на такси? Так интересно. Иногда ничего это не, ну, под собой не ведет, а иногда ведет. И я такая, а, о, о. И, короче, я стала меньше говорить на самом деле каких-то вещей, потому что я понимаю, что они, что то, что я говорю, оно, ну, типа какая-то в этом есть, что ли, не истинность, не искренность. Я ловлю себя прямо на таких моментах, а это не то, чтобы я там что-то хочу спрятать от вас, да, или образ какой-то, опять же, из себя. Ну, да, это образ какой-то из себя, но он бессознательный. И только я успеваю вот эти моменты все отлавливать, чтобы вовремя заметить, чтобы вовремя, уж голос, чтобы вовремя заметить этот образ перед самой собой. Вот. И, типа, в моменте прям быть открытой, а не в образе. Но интересно. Так, вот штанишки, которые мы взяли, мне они понравились тем, что они очень тонченые, то есть они не очень большие. Бывают иногда вот такие вот непромокайки оденешь, дутики, и ребенок в два раза больше становится. А эти такие классненькие, резинка классная, полторы тысячи стоят. Здесь у нас кармашки, вот. Ну, то есть вот непромокаемая штука такая, а внутри начес. Ну, довольно теплые. Вот. Мне они понравились. И деньги понравились. Ну, размер в размер взяла. Так, а это то, что по обуви, короче. Взяла вот такие вот, уже прошлись, видите, они уже хрязные. А были вот такие громоздкие, то есть я взяла просто чуть поменьше. Я хотела взять кроссовки теплые, но вот, считай, кроссовки-ботинки. Кроссовка-ботинки такие. Даже кроссовки. Завышенные кроссовки. Вот, тепленькие. Что это такое за нитки, блин, тут? Не увидела. Ну, хрен с ним, короче. Не страшно, на самом деле, потому что Денька убивает их за пару месяцев. В целом, быстро убьет уже на следующий год. Они не подойдут. Что у меня тут, ребеночек? Сам водичку все наливают? Угу. Все, научила их. На место ставь сразу туда. Да, здесь будет водичка. На выдохе обнялись. Снова. Три пружинки назад. Выдох. Я провела опрос среди своего женского круга. И девочки, мне помогли, только 300 человек, которые накидали свои пожелания в зарядку. И очень многие, почти 90% угу, написали, что с утра очень хочется поработать с шеей. И в этом курсе мы с вами обратим внимание на шею больше. Уууу. Фух. Ой, как хорошо тренироваться. На самом деле, я потренировалась сейчас. Зарядочку сделала. Ага. Но не собиралась сегодня вообще делать зарядку. Но я ее собираюсь делать каждый день, все время, да? Но иногда не делаю. Сегодня я проснулась, и девочки создали мотивационный чат. И где они делятся тренировками, результатами, короче, что они кушают, как им удалось, не удалось, короче, через сопротивление. Сначала я хотела удалиться из этого чата, такая, думаю, ну, я делаю в своем ритме, типа, не хочу я смотреть, как все такие активно, активно заниматься. Вот. И уже написала текст, что, типа, извините, я выйду, но не отправила его. Такая, думаю, ладно, потом. Я встала утром сегодня, супервизия у меня была. Вот. А потом что-то, прикиньте, хожу-хожу, и такая, думаю, о, надо позаниматься, скинуть девчонкам. Ну. Я такая, думаю, ля, мотивация срабатывает. И у меня прям появилось желание позаниматься. Я включила сейчас зарядку, вот позанималась, водички попила. И сейчас буду дальше, у меня идут простирания сейчас такие, короче, медитация с физическими упражнениями. И там такое упражнение, что задействованы все группы мышцы, и попа, и ноги, и пресс очень сильно, и руки вот здесь. Я вчера позанималась, у меня прямо аж тело все прям болит, и мне зарядка прям на растяжечку было очень хорошо сейчас. Вот. Я Лебашке вчера показала свой новый диспенсер, она такая вау-вау-вау-вау-вау, короче. Я говорю, да здесь вообще мгновенная горячая вода, вот это вообще кайф. Что не нужно ждать чайник этот. Да-да, о тебе говорю. Всем привет. Что-то мне подвысыпало конкретно вообще, такие вот четыре блюдных прыща, последние высыпали. Этот уже зажил, этот зажил, эти два такие болючие, прям очень. У меня такого вообще, я не помню, когда последний раз было. У меня редко высыпает, особенно такими серьезными. То есть там бывает маленький выскочит, там один-два, и в определенные дни и то не всегда даже, да. А тут прям вообще конкретно меняет. Ну, я думаю, еще питание, пока мы ездили вот это вот, тоже ела непонятно что. Пицца, гамбургеры, все такое, ну, часто, по-быстрому. Вот. Сегодня мы с Денечкой идем. Впервые сегодня я взяла его с собой на практику. Вот. И у нас там небольшой кабинетик и такой, ну, коридорчик, короче. И, в общем-то, он спокойно сидел, смотрел, кушал. Я ему там водичку, блинчики, телефончик, пока я работала в кабинете. С практикантами мы отрабатывали. Короче, сегодня так получилось, что ко мне приезжала Элина Секхайпи вчера. Я, кстати, вам даже не показала, ну, забыла про съемки, про все. Мы с ней не виделись, я не знаю, уже полгода, наверное, если не больше. Вот. И, конечно, мы с ней всегда болтаем много. Мы с ней проболтали до утра, причем были по худке лечь спать. Я знала, что мне нужно встать 7 часов, чтобы отвезти ребенка в сад. Вот. Ну, в итоге мы там в 2 вроде я легла. Потом что-то я еще спросила. И, короче, у нас разговор закрутился до 5 утра. Ну, мы так душевненько классно пообщались. Но факт того, что через 2 часа вставать, а я очень сильно внимательно слежу за своим сном, потому что у меня все отражается на теле. Я очень внимательно за своим телом, за реакциями, чувствами. Поэтому мне важно его в добром здравии поддерживать. И я, короче, в 5 легла, уснула. В 7 у меня звонит будильник. И я просто встаю и понимаю, что у меня песок в глазах. И тело мое, знаете, оно, ну, вообще, короче, поломанное. Конкретно поломанное. И я раньше я бы встала, такая кофейка попила, типа подавила бы все это нормально, взбодрилась, короче, когда тело такое кривое. А сейчас нет. Я понимаю, что на мне это скажется на целом дне. Что, как бы, это может даже психологически не очень хорошо. Ну, как бы, не хочу я, блин, вот это мучить свое тело конкретно, насиловать его. И я решила поспать до 11. И вы знаете, 2 часа или, получается, опять 6 часов поспать играет роль. И уже прям легче стало. Все равно песок в глазах, но легче стало. Но получается, что я Даньку не повела в сад. Вот. Ну, нормально, он тихонько посидел. Все такое. Я поняла, что надо Лену приглашать всегда в тот день, когда на следующий день мне никуда не надо идти. Ну, в этот раз так получилось. Вот такой был опыт. Ну, вообще, больше такого не повторится. Я знаю, что мы всегда ложимся с ней под утро, блин, или глубокой ночью. И нужно, чтобы прям были выходные, и вообще никуда не надо было вставать. Сегодня мы поработали, попрактиковали. Сейчас прогуливаемся вдоль парка. Сегодня у нас все три сессии. Мы сталкивались с эмоцией грусти. Работали, легализовывали. Что ж, даже сейчас уйду от того, что поработали с грустью. Да, вот, немножечко прожили ее. Как-то сразу и радость за удовлетворением потребностей. Доброе утро всем. Причесочку решила сделать себе на сегодня. У меня на фоне хлебушек там лежит. У нас так всегда с вечера. Я уже там устаю или занимаюсь делами. И Денька тут то воду, то хлеб, то еще что-то там. Короче, так все разбросает. И я уже с вечера убираться не могу. Я устаю. Я прям иду и спать. А утром встаю пораньше. Ну, или мы вместе встаем. Вот сейчас он спит еще. Вот. И делаю уборочку с утра. И потом начинаю уже делать дела. Вот. Вчера с вечера я... Мы долго болтали с Любашкой. Я еще решила вдруг волнистые волосы сделать. У меня одна из моих клиенток пришла с очень красивыми кудрами. Я говорю, что ты сделала? Она говорит, я сделала опять колосков. Я такая подумала, блин, колоски один я могу сделать. Опять не знаю. И, короче, попробовала разделить просто волосы так, чтобы мне удобно было колоски плести. Но поняла, что ни хрена я не могу сделать пять колосков. Мне неудобно. Короче, психанул. Думаю, ладно, сделаю обычные косички, посмотрим. Но они будут не такие, как у нее. Они будут мелкие и волнистые. А у нее прям были кудри, блин, какие-то вот такие волны крупные. Из-за того, что она делала колосок. Ну, в общем, я не могу. Я сделала так. В общем-то, пока так похожу. Потом уложу челочку и расплету волосы. Может быть, даже сегодня интервью новое посмотрю. Выберу, кого буду разбирать. У меня есть уже мысли, кого разбирать. Самые актуальные люди, которые крутятся на языке и которые интересны. Вот. И, может быть, прическу свою подготовлю к съемке видео. Сейчас чаек налью. Сегодня у меня две консультации. Загрузка на YouTube разбора. Бузовой. Вот. Рисички потихонечку сходят мои. Жесткая меня, конечно, подсыпала. Здесь прям рога какие-то. Но все валят. Все заживают. Вот такие дела. Что-то я себе нравлюсь так. Ну, такая вилашка. Зашла на YouTube сейчас. И у меня такая радость. Во-первых, меня поздравили. Ну, уже убежала это. Может, сюда вставлю скрин. Меня поздравили с годовщиной на YouTube. Я такая думаю, интересно, годовщина. Они, наверное, считают с самого первого ролика на YouTube, который я выложила. У меня были там ролики про монтаж, как монтировать в Pinnacle Studio. Потому что все свои ролики я монтирую в Pinnacle Studio на компьютере или в иншоте в телефоне. Но иншот, он появился последние два года, когда новый телефон у меня появился. Я научилась там монтировать. И довольно быстро. Были даже комфортно, чем сидеть за компьютером. А так все время и даже сейчас разборы я монтирую на компьютере. Я на компьютере, у меня Pinnacle Studio. Вот. И были ролики. У меня там 100 роликов. Но я даже не все, по-моему, запилила. Даже 100 роликов нет. Но были сняты 100 роликов монтажа в программе Pinnacle Studio. И, наверное, с этого они считают. И я такая думаю, наверное, 10 лет. И проверила сегодня. И правда. Это 10 лет на ютубе с первого ролика. Вот. Ну, так как я не заходила, это чуть-чуть старое уведомление. Не 4-го. Сегодня 4-е число. Не 4-го числа. А 27-го января 2014 года. Я выпустила первый ролик. 29-го января 2024 года. Было 10 лет. Так что поздравляйте. 10 лет на ютубе. И еще я увидела, девочки, что у меня плюс 216 подписчиков за последние 28 дней. Чтобы вы понимали. Это тоже такой плюс. Зеленые. Там когда минус, там красным рисуют. А когда плюс зеленым. И я такая удивилась. Потому что последние 2 года я видела только минус. Последние 2 года, чтобы вы понимали, это когда я занялась психологией. И когда я занялась психологией, у меня остались совсем другие ролики. Я стала меняться. Более серьезные, может, какие-то ролики. Много саморазвития, психологических процессов, учебы моей и так далее. И это, конечно, разница в контенте. До и после. Конечно, многие начали отписываться. Плюс я стала реже снимать ролики, потому что я вся ушла в новую профессию. То есть я раз в неделю начала выкладывать ролики. А до этого я выкладывала их день через день. Бывало и по месяцу задержки такие. И люди начали отписываться. И мне интересна психология. Тем, кому не интересна психология, кто просто смотрел на меня, чтобы поржать или еще что-нибудь такое. Просто развлекался. А тут психология. Тут надо развиваться, задуматься, встречаться, может быть, с какими-то эмоциями. Еще что-то. Ну, разное. И люди начали отписываться. И 2 года я видела только минус. За последние 28 дней минус 100. Это минус 100, минус 200, минус 300 было. Они как бы и подписываются. Да, но минус большой. И в итоге вот как бы минус в итоге. А сегодня я захожу, у меня плюс 216 подписчиков. В зелененьком горит. Я такая, охо. Охо. Я думаю, что это благодаря моей новой рубрике. Потому что она, правда, интересная и полезная. Вот. Потому что влоги, я не знаю, подписывались люди. Но, мне кажется, на влоги именно, когда незнакомый человек снимает свою какую-то жизнь, мне особо интересно. У меня просто много подписчиков были, которые подписывались не на мои влоги, а на тематические видео какие-то. А я тематических видео уже давно не снимала. Ну, типа, как покрасить волосы. Да, вот такие вот. И люди на это подписывались. Мне кажется, у меня в основном каст таких... Каст, правильно я говорю? Ну, каста таких людей, которые подписывались на... Что-то я с лицом делала, что-то с волосами делала, покупки какие-то делала, разборы. Вот это вот всё. А влоги, мне кажется, смотрели уже мои постоянные подписчики. Вот кто подписался на меня, ему интересно было с одного ролика какого-то. И просто ему уже интересна моя жизнь. А вот так, чтобы отдельный человек подписался на влогах... Кстати, напишите в комментариях, мне интересно. Кто из вас подписался именно... Не смотрел мои старые ролики, там такое всё, а просто чисто влог увидел, посмотрел влог и думаю, «Прикольно, подпишусь». Напишите, мне интересно, как это у вас появилось желание подписаться со влога. Вот, и будут ли такие люди. Напишите, поделитесь, да. Это интересно будет. Но мне кажется, именно тематические какие-то моменты, они привлекают народ. И вот сейчас, естественно, там Максим, психологический разбор. Все, кто любит Максим, поклонники Максим, кто любит психологию и разборы, им интересно посмотреть, оценить и всё, и так далее. Мне кажется, с этого ролика, на самом деле, в основном пришли. Блин, я по аналитике, на самом деле, могу это посмотреть, но я не знаю, куда нажать, чтобы это посмотреть. Поковыряюсь, скажу потом. Вот, и сейчас, например, будет Бузова, и уже она там Бузова. И все, кто любит Бузову, поклонники Бузовой, кто её ненавидит и кто её любит, всем будет интересно посмотреть и разбор, да, как бы, о чём там я, например, рассказываю, да, или что психологи говорят там про него. Потому что все психологи по-разному делают разбор. Мне вот подружка недавно, одна из подруг скинула, не скинула, а показала видео одного известного психолога и говорит, вот это психологический разбор. Я смотрю, и я не вижу психологический разбор. Я вижу чистое субъективное мнение, много фантазий, много каких-то проекций, много своих личных чувств загружает этот человек. Но это просто чисто его мнение. Я на самом деле тоже пишу, что у меня чисто моё мнение на моих психологических разборах. Но я подсвечиваю психологические защиты, эти процессы, все их объясняю, как бы, как они проходят. Да, и когда я вношу что-то своё, предположения какие-то, я всегда говорю о том, что это моя фантазия, потому что не факт, что это есть. Вот, а мне скинули ролик, ну, как бы, мне показали ролик, как психологический разбор, но для меня это не психологический разбор. Для меня это просто мы с подружкой сели и рассказываем друг другу мнение своё. Вот, здесь вообще ни про какие психологические защиты и речи не было, и разбора мне неинтересно было такое смотреть. Вот, поэтому очень по-разному. Видите, вот кто-то считает, что это психологический разбор, а это мнение. Просто мнение, фантазии какие-то, очень много внутренних чувств. Но говорит об этом психолог. Не факт, что это психологический разбор. Для меня психологический разбор – это действительно психологические процессы, психологические защиты, механизмы какие-то, которые там работают. Именно психологические, а не просто, как я думаю, человек не уверен в себе, у него комплексы. Вообще вот эти вот все фразы «не уверен в себе» и «комплексы» это такие бытовые штуки, это вообще не психологические слова даже. В психологии мы не используем такие слова вообще. Это бытовые моменты. Не уверен в себе, у него комплексы, как наделение просто человеком, что что-то с ним не то. И любую неуверенность в себе можно разложить, психологический разбор сделать, неуверенности в себе. Поэтому все люди к тому, что снимают по-разному, все психологи видят и снимают все по-разному. И я решила показывать свой вид, свой взгляд и свой подход вообще к работе и к разбору. Я думаю, поэтому людям понравилось, они подписались, мне очень приятно. Дальше больше. Вот, я рада себе. Чуть-чуть телефон не уронила. Хотела сказать, что если вы смотрите меня, и вы еще не подписаны, посмотрите, пожалуйста, вашу подписку, подпишитесь, мне будет очень приятно видеть все больше плюса за последние два года. И лайк обязательно ставьте. И комменты пишите. Только что приготовила вот такую пиццу. Купила готовую в пятерочке. Два пласта вот такой вот слоеного теста и сделала в бортиках здесь сыр. Масло чуть-чуть промазала. Сыром посыпала, соусом томатным чуть-чуть сделала. Короче, сосиски порезала, дыньки вот такой сделала. Слушайте, вкусно. На 20 минут поставила в духовку на 180 градусов. Прям вкусняшка, нежнота. Мне понравилось. Только что к нам приехал курьер. Кристюша. Заказала нам что-то в спортмастере. Сейчас мы достанем, будем мерить. Дэнечке заказала подарок. Вот такой вот костюмчик с начесом внутри. Так, здесь у нас так, а здесь вот начесик внутри. Теплый костюмчик. На сейчас носить. Оверсайзом сделала. Я вам здесь покажу. Дэнка покрутится. Это я горизонтально не сняла, вертикально только сняла. Мила, куда пришла? Короче, классный модный костюм. Ну-ка. Вот такой вот. Оверсайз. А повернись. Класс. Спасибо нашей Кристюшке заботливой, подруге и крестной. Вот у нас два костюма как раз было. И один, ну, один он с прошлого года, и он сел. Я его постирала два раза, он прям как будто уменьшился, то ли Дэнька растет. Но Дэнька растет очень быстро. Не успеваю, блин, ни обувь ему покупать. Реально, два месяца поносила, уже какие-то маленькие кажутся. Сейчас, видимо, возраст такой, когда прям вытягивается. И сейчас я костюм достала, на самом деле распаковала, и такая смотрю, думаю, блин, да. А он на сайте оверсайзом был, в спортмастере. И я такая его достаю, такая думаю, ле, прям мой размер какой-то. Какой-то большой. А померила, нормально. Ну, оверсайзом, но это его размер. Ни хрена не мой размер. Представляете? Я в шоке. Как быстро дети растут. Так что у нас теперь есть костюм нормальный. А то, получается, один был с начесом. И штаны с кофтой отдельно. По размеру. И все, два костюма. Теперь три. Спасибо, Крестюшка. Добавляйте в решение всем телом. Еще. Еще. Как будто бы равновесие ловите на нестабильной платформе, да? Делаем к стенке. И вытягиваемся в одну линию. Хорошо. Отсюда. Давайте как-нибудь обзовем это прекрасное упражнение. Например, верблюд. И вы будете знать в следующий раз, что это верблюд. Да? Мы вжимаем подбородок в шею. Доброе утречко, мои дорогие. Настроение шикарное. Прекрасное. Потому что вчера я выпустила наконец-таки эту новую рубрику. Куча комментариев приятных мне течет. Что так нравится моя рубрика. Что люди для себя что-то берут. Что другой взгляд. Что очень глубоко и все четко. И все прям вообще раскладываю. Мне нравится. Мне нравится, что вы видите то, что вижу я. Вот. И такие глубокие люди тоже встречаются, которые подмечают такие моменты, детали. Тоже говорит о глубине человека, который может это все подметить. То есть так глубоко он смотрит, значит. Вот. Чувствительные люди, которые чувствуют, да, импотируют, сочувствуют. Вот. Чувственные люди. Тоже приятно встречать в комментариях такие. Короче, я рада. Я уже говорила или нет, что у меня тут 10 лет на ютубе, что плюс подписчиков пошел, да. А это значит, что на моем канале меняется аудитория. И что уходят те, кому не подходит психология, кому неинтересно, кому классно развлечение. И, наконец-таки, начинают приходить люди, которые, точно так же, как и я сейчас занимаются саморазвитием, самопознанием, которым интересно устройство, психики и так далее. Им становится интересно то, что я делаю. В общем, аудитория меняется. Это у кого хохолочек, у цыпленка такой? Чей хохолок? И я проснулась сегодня в хорошем настроении, потому что вчера весь вечер я получаю вот такую обратную связь приятную. Конечно, мне приятно. И сегодня утром получаю обратную связь. Плюс бонусом ко мне записываются на консультацию, когда я даже и не рекламировала ничего. То есть начинают видеть, как что проникаются и тоже хотят прийти и сделать диагностику. Тем более шар классный, только надо его зарядить. И здесь зарядим. Тем более, что сейчас у меня идет акция весь февраль. У меня акция для всех новых клиентов, кто еще ни разу у меня не был. Кто еще не знает, как я работаю. Может быть, даже ни разу не было психолога. Я даю такую возможность, что первичная консультация идет со скидкой 30%. И вместо 5000 за 3500 можно прийти и познакомиться со мной ближе. Я провожу диагностику. Смотрим на какие-то процессы. Я работаю с одним запросом, с которым человек приходит. И в конце я даже прописываю план работы. Если есть желание продолжать, то тоже будут особые условия на пакет, если человек принимает решение продолжать дальше. То есть я за то, чтобы люди приходили, хоть краеком глаза по-другому как-то взглянули на какие-то вещи. И, честно говоря, с первой консультации, как я вижу, у многих людей происходит облегчение, потому что ясность и понимание того, что происходит, когда бессознательные вещи, когда мы не понимаем, что происходит, мы переживаем, как-то пытаемся с этим справиться, но не понимаем, что там. И когда вот эти бессознательные вещи поднимаются на уровень сознания и нам становится понятно, приходит огромное облегчение. Да, конечно, в разных случаях требуется разная работа и разное время на работу. Кому-то достаточно одной-двух консультаций, и человек там всё понял, там у него один какой-то, была одна загвоздка, одна непонятность. Он довёл это до сознания, такой, оп, очки, расщёлкнул, пошёл. Для кого-то нужно раз за разом подсвечивать какие-то моменты, потому что сложно, психика так устроена, защиты так устроены, что они включаются бессознательно, очень быстро, и поэтому нужно отработать некий навык, чтобы успевать это замечать, рефлексировать, навык отрабатывать. То есть важный момент, кому-то больше времени понадобится. Так что это интересно, когда есть возможность просто хотя бы прийти и взглянуть. А что же там? А что же там? Так что если у вас есть какие-то сложности, я работаю в целом с любыми запросами. Так это звучит, и такой думаешь, блин, и с каким запросом приходить? Я говорю, что я работаю с любыми запросами, потому что не было ещё ни одного человека, который бы ко мне пришёл, и я бы его отправила, не понимая, что с ним происходит. Даже если у человека глубокая депрессия, и есть намёки на то, что можно обратиться к психиатру, что нужна медикаментозная поддержка, это тоже всегда может обговариваться, но психиатры работают по-хорошему, в паре с психологом, потому что если уже такая пошла психосоматическая реакция, потому что если пошла уже глубокая психосоматическая реакция, и уже телу нужна помощь, может быть медикаментозная или как, то, конечно, мы идём к доктору соответствующему, проверяем, как и что, да, и тогда мы работаем с телом медикаментозно, и ещё работаем с психикой параллельно, чтобы в следующий раз, когда вылечить тело, чтобы снова тело не пришло в то же состояние, вот, но в основном ко мне приходят клиенты, которые уже походили туда-сюда и к психиатру, и может быть к другим психологам, да, и им говорят, например, там всё в порядке, да, и нужно поработать с психологом, и тогда я понимаю, что человек ко мне пришёл уже после анализов и всё такое, и их уже доктор направил к психологу, что здесь что-то психосоматическое, и мы тогда начинаем разбираться, что там за процессы, поэтому, поэтому я говорю, что не было ещё людей, которых бы я отправила и сказала, что я не знаю здесь, как решить проблему, вот, как бы психологические процессы я все понимаю, знаю, и как бы просто нужно время, нужно время, и не требовать от себя быстрых, срочных результатов, если детально, я работаю с такими вещами, как там простыми, можно сказать, да, достижение целей, проявленность, там, уверенность в себе, самооценка, взаимоотношения с мужем, с родителями, с детьми, с друзьями, вообще с окружающим миром, работаю с такими эмоциями, как злость, обиды, ревности, зависти, если есть такое, да, днев какой-то, неконтролируемый, наоборот, непроявленность, злости, стыд, вина, страхи различные, панические атаки, это мы уже к более серьёзным подходим, да, страхи различные, панические атаки, тревожность повышенная, в общем, что первое, что в голову приходит, да, непонимание, неразбериха в голове, вот это мне тоже очень интересно, я люблю вот психологию, люблю разбираться во всем этим, кому-то кажется это тяжело, и как там разобраться, и возникает какой-то, опять же, тут страх, и может быть даже раздражение, у меня же наоборот, это вызывает большой интерес, как задачи, которые нужно решить, и у меня есть все инструменты и знания для того, чтобы решать эти задачи, поэтому, когда ко мне приходят запутанно, и сейчас со мной тут всё будет сложно, я очень люблю это всё дело распутывать, да, и сложное делать простым, и понятным, поэтому, если у вас есть какие-то запутанности, непонимания, то приходите на первичную консультацию, пользуйтесь возможностью и скидкой 30%, и посмотрим, поисследуем, что у вас там внутри, может быть для вас будет уже первая консультация, очень сильно расширяющая, вот, а сейчас мы собираемся с Дэней в школу, мы идём в школу, на улице, как моя мама говорит, витрюган, витрюган, вот, кстати, вот, я ещё вспомнила, что много кто спрашивает, Дэня же ходит в школу, он же пошёл в школу, а что сад, и сад и школа, ну, видимо, я уже 10-500 раз говорила об этом, но, видимо, кто-то не смотрел эти видео, или пропустил, мы ходим и в садик, и в школу, я его повела в школу, поняла, что нам ещё рано, мы вернулись в садик, и, как и положено, начали ходить на подготовку, то есть в школу мы ходим на подготовку, два раза в неделю, вот, а в садик ходим, ну, обычно, но я пропускаю, на самом деле, сейчас чуть-чуть чаще нас начали ходить в садик, и я пропускаю дни, когда мы ходим в школу, то есть мы ходим в понедельник, среда в школу, я его отвожу, в этот день мы не ходим в садик в остальные не стараемся ходить садик вот это у тебя был кувырочек он 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 он